Громкая история с ДТП на привокзальной площади получила продолжение. Сегодня один из пассажиров маршрутки скончался в больнице. Всего в общественном транспорте находилось 7 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести и были срочно госпитализированы. 40-летний Евгений поступил в больницу одним из первых. Был без сознания. Доставлен в скорой помощи в крайне тяжелом состоянии, с политравмой, с закрытой черепно-мозговой травмой, с травмой грудной клетки и с закрытой травмой брюшной полости, с повреждением внутреннего тела. Были проведены все соответствующие обследования. Пациент сразу был доставлен в отделение, в операционное. И проведено оперативное вмешательство. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью и помочь пациенту не удалось. Родственники погибшего до сих пор не приезжали в больницу. Известно, что мужчина гражданин Казахстана и жил в Челябинске последние несколько лет. По факту его смерти возбуждено уголовное дело. В настоящее время достоверный виновник данной аварии не установлен. Следствием проводятся необходимые следственные действия. Изучается видеозапись дорожно-транспортного происшествия, а также назначено проведение автотехнической судебной экспертизы. В случае установления виновности конкретного лица, санкция указанной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Добавлю, в тяжелом состоянии находится еще одна жертва ДТП. 59-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами сейчас в больнице. Остальные пятеро пострадавших лечатся дома. И сегодня стало известно, что все пострадавшие пассажиры маршрутки получат компенсацию от страховой компании. Родственники погибшего мужчины могут рассчитывать на выплату в 2 миллиона рублей. Напомню, вчера на привокзальной площади водитель рейсового автобуса, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, врезался в маршрутное такси.